Земля есть, домов нет. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края оценили эффективность предоставления и использования земли для многодетных семей в Краснодаре. Напомню, что по краевому закону те, у кого трое более детей, могут рассчитывать на получение земельного участка в аренду. Для этих целей в окрестностях Краснодара сегодня выделено несколько территорий. Они расположены в станице Старокурсунской, поселках Пригородной и Лазурной, а также хуторах Октябрьский, Копанской и Новый. Но по факту эти массивы представляют собой практически голое поле. Люди не могут ни построить здесь жилье, ни использовать их для ведения личного подсобного хозяйства. Все это не производит впечатления достаточно позитивного, потому что мы видим процент освоения этих земельных участков крайне низок. По нашим данным всего 3% от тех, кто получил земельные участки, приступили к их освоению. У нас в городе Краснодаре всего два объекта введены в эксплуатацию, люди получили соответствующую регистрацию в Росреестре на жилые дома. Это все говорит о том, что на самом деле программа эта не работает в должной мере. Основная трудность в освоении этих участков кроется в отсутствии инфраструктуры. Нет света, воды, газа. Нормальные дороги также отсутствуют. Впрочем, есть и исключения из правила. Положительный пример – поселок Лазурный, где протянули линию электропередачи и почти решили вопрос с водой. Пробурили три скважины и возводят здания для насосной станции. В 2017 году были построены линии водоснабжения полностью на всей территории данного массива. Это порядка 16, более 16 километров трубопроводов. И на сегодняшний день проводятся работы подрядчикам. Заключен контракт в прошлом году. В этом году он завершается по строительству водозаборных сооружений и для того, чтобы запитать полностью данную систему. Но есть и другие сложности. Некоторые семьи, получив в аренду участки, по каким-то причинам на них так и не появились и, видимо, осваивать не собираются. При этом очередь на такую землю в Краснодаре не маленькая – более 3,5 тысяч многодетных семей. Общественники отмечают, что проблемы копились долгое время и сейчас наконец-то наметились положительные тенденции. Все те программы, которые разрабатываются на региональном уровне и на федеральном, в совокупности, я думаю, что это будет очень большой прорыв в тех вопросах, которые накапливались годами. И сейчас власти за них взялись очень конкретно. И те вопросы, которые есть на сегодняшний день и в городе, и в крае, они решаются, мы видим это. И коммуникации, которые ведутся к поселкам, и сама идея создания таких поселков, я думаю, что все-таки когда-то мы здесь соберемся уже на новоселье. В профильном комитете ЗСК отмечают, помимо предоставления земельных участков, необходимо прорабатывать иные меры социальной поддержки многодетных семей. Мы сегодня все убедились, порядка 90% многодетных семей не могут построить жилье в силу материальных условий жизни. Следовательно, здесь нужно исходить из того, что нужно предоставить иную форму поддержки. Это может быть или земельный сертификат, или же личный сертификат, обеспеченный определенными финансами. Все эти изменения готовятся профильным комитетом к июньской сессии Кубанского парламента. Впрочем, некоторые вопросы лучше решить поскорее. К примеру, с арендой, которую люди просят продлить, так как не успевают построить жилье в установленный срок. Это предложение рассмотрели на 22-й сессии. В настоящее время, в связи с внесенными изменениями в земельный кодекс 1 марта 2015 года, срок предоставления в аренду земельных участков составляет 20 лет. Соответственно, до того было 10 лет. При этом мы считаем, что будет совершенно справедливым уравнять в правах тех граждан, которые получили земельные участки ранее и получают после даты 1 марта 2015 года. Поэтому предлагается нести изменения, которые предусматривают изменение срока действия договора в совокупности до 20 лет. Эту идею депутаты поддержали единогласно. Продолжение следует...